да тут магистраль тут уже гоняли конечно я то думал буду ехать по целине тут а здесь то оказывается рыбаки не спят это чисто рыбакова тут бураница то нормально проблем значит я до сюда заеду это с километра 2 на 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 вот уже федеральная трасса у рыбакова пешком ходить но не проваливаешь и ничего так вы же видно о блин как еще хочется хочется просто ходить тупо ходить здесь ветра нету вообще класс наслаждение одно то было айда путаю полдать поколы хорошо тебя тишь на хорошо вот так и живем ребята мы до значит уже тут с декабря месяца гоняю это уже до реки объем может быть даже кольцевая там дорога эти тоже рыбаки не спят тут тоже так ребятушки а бездельники все пойдем домой пошли все прогуляли чуть-чуть погуляли часик это ладно ребят следующий раз наверное я не знаю что будет следующий раз сейчас я еще по целине по тайге на прям их пойду попробую на старую бураницу твою зайду и там по целине попробую так что кому интересно кому интересно снег держит или нет там не знаю даже когда это видео у меня выйдет в принципе но скоро уже можно ходить на лыжах бывает там снег держит пару дней опять проваливаешься просто надо этот момент не пропустить хоть на пару дней сходить на избу капкану капканы там снять все это дело сделать уже закрыть охоту с капканами а 2 где пойдем давай здесь здесь меньше народа не люблю когда там народ толпится блин не люблю давай пойдем здесь пошли пока пока в лесу тишина таких весенних птиц ничего такого синицы так не активно еще поют но как начнется это пение птиц синицы это в марте в марте они уже начинают не такие уже днем чуть чуть тепло тогда вот уже в лесу хорошо бродить интересно походы там просто вот там ай блин еще мерзнет вот некоторые вот дома включают аудио звуки пение птиц звук природы а когда ты сам вот ходишь по тайге и сейчас вот такой гул идет когда уже весной птицы поют тогда вообще класс ах сейчас он капкан попал сейчас напрямую придет или нет интересно или обойдет вон лак 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 Лок! 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 Посмотрите, вообще невозможно, не может... Лок! 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 И вот когда снег глубокий, даже лоси так проваливаются, не могут идти, когда мет 30, мет 50 снега, они все тормозят. И вот сейчас в данный момент собака даже... Лок! 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 Не может горку даже подняться. Лок! Лок! Молодец! Давай! 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 Некоторые непослушные собаки, встанут и начнут лаять навстречу, как у меня. Ну, что я говорю, ребята Речку он тоже не переходит Тоже там лает Так что, не знаю в этом году Как он, перейдет речкой или нет Но Я люблю собак И они как-то это чувствуют И, конечно же Должны быть верными Своему хозяину Но, кобель он есть кобель Если Нагану там Сучку Почу я там Ему пофиг, это хозяин Или кто Они могут оставить запас А сучки, они уже Сто процентно тебя Никогда не предадут Поэтому у меня В основном всегда Держу собак Сучку Опять куда-то устремился И когда сюда шли То же То место тоже Сразу Что-то там вот чувствуют Не знаю вот только что Какой-то запах идет, видно Нет, если Будет Дичь в этом году Думаю Будет работать Тулан Вон тут Вон тут Значит, кто-то есть там Вот я без очков А без очков я Не знаю, кого он лает там Как будто глухарь Треская Звук деревья Такой Но это не глухарь Или белка Или горностая Тут Но я без очков Ребята Вынеси Молодец Молодец Видели? Видели? Гори охотники Кто-то мне Хреновые комментарии Пишут всякое Что собака Не работает Или еще Устал Собака Любая собака Будет работать Если Есть Кого лаять Если Как в прошлом году Очень Никого Не видели Ничего Не видели То уже Хоть еще Из какого питомника Те собака Не заработает Айда Что молчит Нет Если Нет Может еще Как-то Увидишь Да пошли Муна Пошли Да Пойдем Придет Осень Очередная Осень Придет Там Будет еще Охота Пошли Муна Лак 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 Пошли Муна Лак 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 Муна Давай Пошли Лак 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 Есть Это Хорошо Это Хорошо А Что Вот Они Недалеко От меня Отходят Ну Круг Небольшой Ну Это Меня Не бесит Это Меня Не бесит Пусть На обзоре Там Они Будут Мне Это Лично Нормально Что Наши Мы Поймаем Да Подстреливаем Что Вот У Некоторых Там Круги Делают По 5 Км Это Ну Лично Мне По Барабану Пусть Делают И Ходят А Мои Собаки Какие Есть Так Есть Пусть Круг Делают Не Больше 500 Метров До Достаточно Достаточно Там С Навигатором Я Смотрю Там Навигатор Прицепили Охотники И Вот Собаки Пошли За Соболем Скажем Пошли Круг Делают Вот Говорят 15 Км От Нас Ну Побежали За 15 Км А Ты Сидишь Возле Костра Мерзнешь Какой Толк От Этого А Если До Пол Км Так Круг Делают Ищет Собака До Пол Км Ты От Своей Тропинку Отошел Если Надо Пострелил Если Есть Кого Пострелить И Дальше Пошли Вернулись А А 15 Км Дальше 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 Все Но Это Это Значит Собака Вязкая Это Значит С Другой С Собак Другой Собак Добычу Не Оставляют Идут По следу До Конца Вот Так Так Что Кому Что Нравится Вообще Мне Лично Свои Собак Нравятся И Я Не Знаю Что Дальше Говорит Вообще Смотрите Как Есть Какие Есть Какая Охота Если Будет В этом Году На Кого Охотиться Конечно Будет Интереснее Филь Чем В Прошлом Году Но И В То же Время Многим Не Нравится Когда Ты Кого То Стреляешь И Показываешь Тем Более Там Ютуб Капризный Там Так Капризный Может Запросто Забанить Тебя И Все Дела Так За Всяк За Все За Кров Где-то Там Увидел Кров Или Добыл Мне То Что Положено Не Знаешь Все Все Время Законы Меняются И По Охоте Законы Меняются И Правила В Ютубе Там Что Можно Что Нельзя О Блин Вот так Как И говорил Смотрите Как Есть Что Есть Сейчас Я Отошел На Свою Бураницу И Тяжковато Положнее Конечно Интереснее Поудобнее Ходить Пошли Пошли Мам Э Пошли Лак Ну Молодец Тулан Молодец Будем Надеяться Будем Надеяться На То Что Будет Работать Вот Это Да А Найда Там Только Отошел От Бураницы Вон Смотрите Сантиметра Это 30 Проваливаешься И Что По Целине Что По Полю Что По Тайге Где Вот Ровный Снег Снег Не держит А Вот Здесь Вот Уже Снег Выпал Зеревья Вот Сейчас Я Покажу Как Там Смотрите 2 Сантиметра Не Проваливаешься Так Что Если Ходить По Тайге Где Густой Лес Снег Держит А Вот Сейчас Я Выйду От Сюда Посмотрим Как Будет Все Прошло Поехало Ты Будешь Идти И Умирать Вон Сколько Проваливаешься Так Что Сейчас Знаете Как Я Ну И То Тоже Не Очень Гиблое Дело Это Называется Гибель Охотника Гиблое Дело Для Охотника Вот Так Елишки Ладно Не буду Я Больше Что То Спитывать Проварять Пойду На свою Буранницу И Будем Возвращаться Вам Смотрите Нет Это Фигня Какая-то Сейчас Пока Дома Будем Сидеть Дождем Мороз Ударит Может Еще Уплотнится Сня Лежит На Снегу Тула 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 Дышит Тула Волчара Так Тут Дерево Свалилось Это Уже Считается Сухостой Я Думаю Можно Пилить Или Нет Пока Непонятно Потому Что Вроде Что Лежит Брать Можно Но Пилить Можно Или Нет Если По Закону Все Это Делать Конечно Для Охотника Ты Без Дровня Встанешь Сейчас Избушка Все равно Будешь Там Пилить Заготавливать Вот так Сгнило И Миллион Деревья Лежат Так Надо Лисхозе Спросить Для Интереса Там Что Сейчас Можно В нашем Районе По Этим Валежникам Просто Интересно Комментарии Идут Мне Что Можно Без Проблем В коме Разрешено Все Валежники Пилить Рубить Но В то же Время До Нового Года Ко мне Лисник Приходил Снакомый Я Спросил Как Дела Скажем Если Я Валежник Спилю Буду На УАЗ Возить Если Говорит Тебя Остановят Остановят Какая-то Инспекция И У тебя Проверят Что В кузове Дрова Без Разница Там Валежник Не Валежник Если Нет Документов Все Или Вот Сейчас Лесные Предприятия Работают В лесу Три Предприятия Сколько Там У нас Заготавливают Древесину У них Вершинка Там Выкидывается Я Скажем Поеду К ним И Буду Пилить Эти Вершинки На Кузов Загружу И Буду Ехать Домой Лесник Мне Говорит Если Тебя Остановят Так же И Нет У тебя Бумажки Что Ты Спилил Именно У Предприятия Где Заготавливают Лес Тоже Не Можешь Доказать Это Значит Где Ты Нелегально Спилил Древесину В общем За счет Цепляются Вот Так И Дела И По Карману Конечно Если Если Такой Попадешь Ты Так Ударят По Карману Рублем Что Не Захочешь Эти Дрова Прежде Чем Что Либо Сделать Надо Чуть Чуть Хоть Поспрашивать Узнавать Или Делать Чтоб Никто Не Знал Вот Так Мои Советы Если Все Легально Делать Тоже Как-то Тупизм Какой-то Вообще Уже Кислорода Нету Народа Вообще Ремень Так Уже Затянули На Горле У Человека За счетом Считается Нарушение Там Ну Во всех Фильмах Частенько Я эту тему Поднимаю Там Не хочется Уже Говорить Про это Но Все равно Так Вот такие делишки Вот такой поход У нас Мини поход Такой Но Знаете Я вспотел Ужасно вспотел Мне Приятно Но Устать Еще не устал Много И ничего Не чувствует Усталость И ничего Просто Вот я вспотел Мне вот Хорошо на душе Болтаю Иду Меня слушают Никто Не перебивает А вот Мои друзья Верные Верные Друзья Также Сейчас Рыбалка Была Старшим Сыном Два раза Но я показывал Видео Ходили На рыбалку И Тоже комментарии Были Ходил На рыбалку Не показываешь Своего сына Я бы Ребята С радостью Всех Сленов Семьи Показал Но Им Неохота Сниматься Понимаете Не хотят Я Насильно Никого Не заставляю Сниматься Что Относили Чан Дай Дай Поснимаю Поговорим Но Знаете Как Увидят Камеру Там Я не знаю Убегают Еще Ну Не созрели Что в нашей семье Тоже Мои Ребята Намного Удобнее Вот Хорошо Когда Ты Что-то Делаешь Тебе Снимают Не надо Там Руках Держать Камеру Или Еще Куда То Переставлять Камеру Все Четко А Вы Дельные Но Сегодня Вы Устали Да Так Еще Пару Слов Про Лайки Вот Они Оба У меня Ну Это Смещ Айда Смещ У меня Смешер Лайка Второй Кобель У меня Западно Сибирская Лайка Давайте Затронем Счастливые Люди Фильм И Там Вачуков Или Кто Там Режиссер Этот Говорил Что Показывал Что Лайки Бегут Вносливые 100 Км Без Проблем Они Выдержат И 150 Может Но Когда Они Показывают Что За Бураном Лайка Бежит И Не Устает Это Это Чуть Чуть Они Переборщили Когда Ты Едешь На Буране Тем Более По реке Они На Снегоходах Мчатся Там Думаю 40 50 Км Лайка Пробежит Но Км 5 И Эта Лайка Отстанет Отстанет Чуть Чуть Устанет Может И Отстанет И Рано Или поздно Им придется Все равно Ждать Все время Ждать А им Надо Ехать 100 Км Когда Когда Они До До Едут Это Чуть Чуть Есть Моменты Где Народ Обманывают Я Думаю Все равно Эти Промысловики Свою Собаку Берут Собой На Сани Или Снегоход И Так Едут Эти 100 Км Не Верю Что Лайка Там У них Все Время Бежит За Ними И Не Отстает От Снегохода Не Верю Кто Вот Не Понимает Этому Еле Ничего Много Моментов Там Есть Вымышленные Моменты Фильм Интересный Я Ничего Не Говорю Очень Интересный Я Раз Десять Наверное Смотрел Я Осенью Перед Выездом На Охоту Я Включаю Счастливые Люди Осень Мне Очень Нравится Когда Они Выезжают На Охоту Все Это Очень Нравится Я Прохожу Прошел Иду Своей Деревинской Жизни Охотничьей Жизни С детства И Много Чего Знаю Интересного Тоже И И Вот Смотрю Вот Такие Фильмы И Ну Есть Немножко Где Вот Они Пальш Пальш Такой Вот Ну Лично Это Мое Мнение Лично Это Мое Мнение И Думаю Многие Согласятся Ну Многие Спорят Многие Соглашаются Многие Это Нормально Вот Вот Я Сейчас Уже Выхожу На Пустырь Здесь Сильный Ветер И Уже Снимать Наверное Больше Ничего Не буду Я Уже Буду Напрям Возвращаться Домой И Вот С Любой Точки Всегда Вы Увидите Купол Понимаете Когда Ты Едете Когда Вы Едете С Города Еще Вот С Алексеевки Там С Любой Точки Где Возле Села Везде Виден Этот Купол Так Что Не Потеряйтесь Еще Если Будет Там Звонить Колокола Точно Выйдите Из Тайги Если Потерялись Когда Собраете Грибы Тула 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 Что-то Там Слышит Опять Яйда Вам Тут Все Короче Ребята Всем Спасибо Кто Досмотрел Этот Поход Небольшой Поход Часовой Для Меня И Я Буду Домой Сейчас Идти Здесь Снег Глубокий Проваливаешься Выше Колено Даже Я Уже Утонул Вот Это Да Вот Это Дели Мишки Там Ветер Все Я Больше Снимать Уже Ничего Не Буду Всем Пока И Удачи Все Пошли Давай Все Мы уже На Месте Давай Будут Они Довольны Пошли Плакс Плакс Монтар Конечно Убанул Нех Там Бардак Да Ладно Весна Растая Все Уберем Растая Растая Растая